Хоба! Привет! С вами доктор Влад. Ну чё, опять ужастики? Баки склепа. Так, насчёт Греции. Вот мне пишет, ну, видимо, в Греции живёт женщина Лариса. Браньё! В Греции продлят карантин до 11 мая. Из-за неношенной маски штраф 150 евро. Упс! Вот это да. А я говорил, что уже совсем прекратили там карантин. Ну, вот видите как. Спасибо большое, Лариса. Будем знать. Эпидемиолог назвал пути распространения коронавируса в России. Идёт уже внутри городов, основным путём передачи является местное распространение вторичных и трагичных случаев. Смысл в том, что уже нечего бояться тех, которые приезжают откуда-то из-за рубежа. Уже всё внутри, уже всё. В начале, отметил специалист, стояла задача предупредить завоз и выявить больных среди приезжающих. В настоящее время выявить всех инфицированных невозможно. Ну, невозможно, да. Вот зарегистрировано 145 тысяч случаев инфицирования. А на самом деле, 145 тысяч, ну, значит, миллион 450 тысяч, как минимум. А то и больше. Украина продлит карантин до 22 мая. Ну, вот это всё. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Шмыгаль сообщил, ну, значит, так. Почему мне всё время идёт реклама? Ищите качественные же боекольца. Я искал кольца, но я искал кольца фиолитовые, причём на английском языке. Я нашёл, я его купил. Ну, мне нужно было, да. Вот. А мне почему-то жабы и кольца. Вот они мне сто лет сдались-то. Ну, для колодцев такие, такие жабы, короче. Странно. Умер, знаете, кто ещё? Автор хитов «Ласково мая» Владимир Бойко. Сколько же ему лет-то? Молодой. Взял и помер. А чё с ним случилось-то? Инсульт. А, ну, это опять. Инсульт. Коронавирус, совмещенный с инсультом. Как пить дать? Жалко. Шалимов назвал шуткой своё высказывание о бомжах и драмоедах. Главный тренер Ахмата. Я ему рассказывал, да? Уткин на него сразу выступил. Не-не, я б шутил. Да не, ну вы чё. Прогноз по числу жертв коронавируса в США изменил Трамп. Улыбающаяся рожа. Вот. И мы умрём. Мы все умрём, короче. Мы потеряем до 100 тысяч человек. Молчал бы. Уж ты бы лучше молчала бы. В США подосерегли Турцию от ввода в эксплуатацию русских систем С-400. Низя. Что интересно, перед этим Турция отправила в США самолёт с медицинской помощью. И тоже деньги возьмут за это. А, точно. Россиян призвали насторожиться из-за всплеска числа заразившихся коронавирусом. Насторожитесь. Это опять Анна Попова. Она каждый день. Нон-стоп в эфире. Фух. 145 тысяч. Да. Российский грузчик разгромил продуктовый магазин после увольнения. Вот это да. На видео, снятом его коллегой, видно, как мужчина скидывает из стеллажей стеклянные бутылки из алкогольного отдела. Увольнение? Вот тебе увольнение, кричит россиянин. Дебошир задержан. Ну, зря вам так, зря. Не надо было. Тимошенко стала долларовым миллионером. Что самое странное, вот она в тюрьме сидела, и она подала, значит, заяву на компенсацию, когда её выпустили. Почему-то Америка ей заплатила 5,5 миллионов долларов в компенсацию. Странно. А почему? Причём здесь Америка? Там откуда-то из Техаса, что ли? Ну, надо же. О, интересная статья «Малоизвестный факт» о 15 символах Великой Отечественной войны. Но я 15 вам не буду. Один, вот, знаменитую фотографию, ставшую символом взятия Берлина, сделал украинский фотограф еврейского происхождения Евгений Халдей. Снимок появился в журнале «Огонёк» 13 мая, после чего его широко тиражировали. Это одна из самых известных фотографий времён Второй мировой войны. Однако не все знают, что съёмка легендарной сцены была постановочной. Халдей провёл её 2 мая, через несколько дней после события. Когда знамя поднимали в реальном времени, было не до съёмок. Ну, помните, я вам говорил, был там Гришка Рейстак, его звали, он в конце концов повесился от непонимания. Халдей поднялся на крышу своей камеры Лейка и несколькими солдатами, которых он убедил попозировать. Он сделал 36 кадров и выбрал из них самый лучший. Понятно, да? Всё враньё. Рубль уже резко подешевел к доллару и евро после нового падения нефтяных цен. Так, а сегодня Международный день пожарных оказывается. Я поздравляю всех пожарных, это очень тяжёлый труд. А я думаю, в России нужно сделать День Врунов и отмечать их с демонстрациями, с этими салютами. Обязательно. Не, 1 апреля не годится, там просто шутят. А это нужен День Врунов. Вот. И сделать его государственным праздником. И приколоться, чтобы все работали. Россия уверенно проигрывает войну с коронавирусом. Кто-кто-кто пишет? Владислав Иноземцев. В последние дни укрепляется ощущение того, что Россия уверенно проигрывает войну с коронавирусом. Число заражённых растёт с каждым днём, увеличение количества смертей не заставит себя ждать. Основной вопрос, почему это происходит, ответ, на мой взгляд, прост и коренится в природе российской власти. Нынешняя система управления страной строилась над том, что можно назвать коммерческой имитацией. Важнейшими требованиями к любой санкционированной сверху акции были наличие у неё, с одной стороны, показушных черт решительности и радикальности, а с другой стороны, явного коммерчески карьеристского элемента. Это за два славных десятилетия привело к двум последствиям. Во-первых, власть окуклилась и стала пленницей статистики и записок, приносимых высшим чиновникам, специально обученными людьми. И, во-вторых, доверие к словам и указаниям начальства опустилось до нуля. Ну, как ПВО, да? Погоди, выполнять отменят. На примере эпидемии прекрасно видно, как всё запуталось. В нормальной стране, с ответственным правительством и высоким уровнем социального доверия, ответ выглядит стандартно. Власти говорят правду о масштабах эпидемии, при первых симптомах делаются анализы, никто не пытается выдать коронавирус за пневмонией, записать диабет или сердечный недостаточник в причины смерти, вызванные коронавирусной инфекцией. Население не рассказывает сказок, а сообщает реальные показатели смертности. Гражданам рекомендуют сидеть дома, а в случае невозможности требуют соблюдения мер предосторожности, нельзя ходить без маски и так далее. Так происходит США, Германия и Великобритания. В аномальных странах, как он назвал Россию, в условиях диктатуры и стадного общества, ой, жёстко, ответ бывает иным. Правда о масштабах скрывается, но при этом власти проводят всеобщие мероприятия по диагностированию, выявляют очаги и так далее. В Ухане возможность выходить из дома-квартиры имел один член семьи раз в три дня, максимум на час. Никакой самоизоляции для диагностированных больных не предусмотрено, все немедленно отправляются в больницы. Часть экономики фактически работает в условиях военного положения. Так боролись эпидемии в Китае. В России власти думают, что они могут действовать по-китайски, ну то есть запреты туда-сюда, а народ будет вести себя по-европейски. На всех этажах управления признают масштабы эпидемии, но при этом наивно хотят, чтобы народ боялся последствий. Под этом под разговоры о скором выходе на плато вводятся ограничительные меры, которых нет ни в Европе, ни в США. Только в Москве выписали штраф на 160 миллионов рублей. Наплодили бессмысленных и унизительных инструкций, но близко не получили миланского или мадридского уровня самоизоляции. Вот это да. Власти сами провоцируют масштабные всплески эпидемии. Увеличение числа зараженных в последние дни коррелирует с коллапсом в московском метро 15 апреля, а в регионах с празднованием Пасхи 19 апреля. Вот это да. Малый бизнес закрывается. Фу, в общем, всё как всегда. Власть делает вид, что руководит, народ пытается делать вид, что следует её командам. Президент отсиживается в бункере, катастрофа неотвратимо приближается. Да, ребят, чё не говори, а ведь никто не работает же, да? При этом бизнес малый вообще упадёт средний. Ну, а эти, которые Рогозины, конечно, они переживут как-нибудь. Владимир Путин 6 мая проведёт совещание, во время которого будет обсуждаться поэтапный выход из режима ограничений. Откуда он будет-то? Комментарий. Заскучал наш царь-батюшка. Холопом потянуло. Да. Матвей Гонопольский. Не думаю, что в этом казусе мы можем инкриминировать что-то Навальному. Ну, вот это Навальный смашет. Поругались, да? Ну, вот он конкретно говорит. Слушайте, ребята. Как и я вам говорил тоже. Захарова – это же лицо. Это лицо МИДа. Ну, как можно? Ну, какая совесть вообще, а? И зачем её назначили туда? Она говорит, не дура, вовсе не дура. Ну, вот. Ей сказали, что нельзя с Навальным встречаться. Она уже начала дурочку разыгрывать. Ушла в полную несознанку и так далее. Ну, что она? Она, говорит, должна уволиться. Да не будет она увольняться. А может и будет. Нет, сама-то не будет, конечно. Конечно. Путин позвонит. В проминдустрии депутата горсовета Russia Today, что ли, да, произошёл серьёзный пожар. Что такое РТ? Не знаю. Николай Атласов, набережные Челны, проминдустрии. А почему депутат входит в совет директоров, интересно, а? Компания вот в эту. Странно, депутат. Ну, в общем, у них пожарчик там. Пожар. Давно не было, кстати. Площадь пожара 300 квадратных метров. Прессованная бумага. Горит. Ну, прессованная хорошо горит. Что происходит в Казахстане? А, огромная статья Аркадия Дубнова, журналисты-международника. Ну, вот насчёт того, что уволили вот это вот, из Питеров уволили дочку Назарбаева. Вот знаете, чем это объяснять? Он долго пишет. Я вам на пальцах за 6 секунд. Дело в том, что говорят, что Назарбаев заболел. Вот. И стало быть, она прикрывалась только за его спиной. Ему 80 лет уже скоро. 6 июля. И поэтому её уволили. Сейчас начинается реконструкция. Будут ставить своих. Корабельная ударная группа НАТО вошла сегодня в Баренцево море. Ну, да же. На всякий случай, ребята. Москва вновь предлагает Праде наладить вопрос. Наладить чего? Диалог по вопросу защиты памятников. А Правда сказал, да пошли вы вместе с Коневым на коне верхом. Некоторые российские депутаты и сенаторы хотят приехать в Минск на парад 75-летия Победы. Об этом сообщил Лукашенко. Он приветствует. Ну, пускай летят. Пускай все летят. Ой, прям вот. Машу с собой захватят. Так. В самолётике они играются. Виктор Шендерович. Дебилы. Папарадик репетирует. З-з-з. У-у-у. Вот как бюджет медицины красиво над нами прилетел. Вот какой сильный у нас Вовочка. Он вообще уже не стесняется, да? Ну, на эхе Москвы, естественно. Росгвардия 57 тысяч гранат закупила для встречи внизу с теми, кто не рад. Единственные новости. Парад и мордобой. Саша Чёрный. 906 год. Я тоже недавно его цитировал. Пришла проблема пола. Румяная фефёла. Рыжёт на веселе. Что-то как там квартиранты, фёколы на диване. Да ладно, фиг с ним. Саша Чёрный, да. Опять. Так, насчёт Крыма. Никто из знакомых туда ехать не хочет. Я до Твиттера добрался. Раньше часто ездили. Цены пипец. Условия пипец. Отношения пипец. И вот комментарий интересный. Мне интересно, понимают ли жители Крыма, что всё это началось с их предательства. А дают ли они отчёт в том, что курортного сезона 2020 у них не будет. И никто им не поможет. Ну, я не знаю, насчёт не будет, потому что я вот недавно вам читал, что в России за деньги можно всё. И, может быть, будут отсылать кого-то. Даже организованно. Ну, да. Не в июне, не в июле. К августу, конечно. Они же как в Крыму живут. От сезона до сезона. А раз сезона не будет, ой, да ещё и санкции. Память о ГУЛАГе. Константин Богославский. Очень интересная статья насчёт того, как вот... Знаете, откуда это? Материалы военного трибунала Киевского военного округа по суду над чекистами Житомира в 1939 году. Как они обращались с арестованными, избивали и так далее. Я просто хочу сказать, что вот этих посудили. А в ГУЛАГе очень много людей погибло. А сохранили свои жизни кто? Кто над ними надзирал? И вот сейчас наследники вот тех самых, понимаете? Тех самых. Ясно? Нечего удивляться. Вот, интересная проблема насчёт того, что студентов-медиков отправляют на практику. У нас тоже практика была. После третьего сестеринская, после четвёртого фельдшерская. Вот. Но сейчас другая ситуация. И вот правильно парень один пишет, да? Медики для того и нужны, чтобы работать с больными. Но проблема в том, что студенты в больницах не нужны. Многие из них не имеют опыта. Поэтому врачам вместо работы придётся следить за студентами и учить их. Не буду пересказывать. Вот коммент моей подруги-медика. Так. Для больницы студент – это человек, которому нужно СИЗы выдавать. Ну, средства, да? СИЗы. А в больнице и вне пандемии элементарно перчаток на своих работников не очень хватает. Не то, что на студентов. Обучать его всему. Нередко с нуля следить, чтобы он не упал, куда-нибудь не заболел. Контролировать и так далее. А не до того врачам просто-напросто. Понимаете? Интересно. Собянин. Ну, это в Москве, да? Спросил врачей в больницах, нужны им студенты или нет. Прежде чем принимать такое решение. Да. И вот ещё, по-моему, про студентов. Да. При этом, понятное дело, студентам, проходящим практику, общагу никто не даст. Они будут жить у себя дома и заражать родственников, ездить в общественном транспорте, ходить по улицам. То есть, угроза тут не только непосредственно для них, но и для нас с вами. Да, ребята, да. Всё правильно. Всё так. И последнее. Тут прям вот истерика. Главврач Юрий Райхман. Главврач Воскресенской районной больницы. Вот он уже кричит. Вы не видите, как выносят гробы. То, что сейчас происходит, это очень страшно. Вы не видите кошмар, который творится в реанимации. Вы не понимаете всю степень того кошмара, в котором мы находимся. Врач отметил, что каждый день в Воскресенскую больницу поступает от 20 до 40 пациентов с пневмонией. О как! Среди заболевших есть не только пожилые, но и молодёжь. При этом люди продолжают гулять компаниями по улице, кататься по городу и общаться друг с другом. Ребят, это вот уже знаете на что похоже? На небесную кару. Вот дурака валяли, да? Славили Путина. А на вас вот небесная кара просто, да? И всё. Ребят, те, кто умные, да? Остерегайтесь. Я вас прошу. Просто я вас прошу. Маску носите, старайтесь не ходить и всё такое прочее. Пока-пока. С вами доктор Блад. До завтра, ребят.